здравствуйте дорогие мои друзья ну что же трагическая новость трагический погиб героический погиб спасая на учениях спасая жизнь человека погиб глава мчс евгений зиничев трагическое событие видите генерал министр ушел из жизни во время учения подробности этого героического подвига нам не сообщается понимаем что видите не говорят как это произошло почему события явно нестандартная знаете министр погибает на учениях когда министр обычно наблюдают за этим как бы и делают оценку все естественно не будем мы знаете тут ну как бы злорадствовать ни в коем случае и говорить что-то генерал погиб на боевом посту согласитесь очень перед перед выборами в такой сложной обстановке когда мы понимаем что такое творится как бы здесь такое марево действительно не сахар перед этим знаете тут тоже недавно вдруг напомните что он был в якутии и вместе с так сказать из труд не вам которым ходил ходил и говорил что как бы ну здесь ничего страшного тут трава горит больше тут шуму так на самом деле все ерунда мы потушим то есть вот он приезжал в якутию связано это с якутией знаете вот недавно александрова на александрова раиса степановна зампредседателя верховного суда якутии тоже умерла как говорится не дожив двух недель до своего 64 летия тоже случайные события абсолютно женщина зампредседателя представляете какой путь судейской иерархия она прошла ушла понятно дело тоже мы не будем это ни с чем связывать понимаем тоже якутия суд зиничев якутия духе природы тоже как бы все а что там якутия не друзья мои вот эти вот метки они рано или поздно они включаются разные события не связаны ни с чем генерал зампредседателя суда а если мы по вот но это известные личности а если мы посмотрим вот так вот по цепочке различные другие люди которые как бы косвенно прямо участвовали препятствовали волне шамана начинают уходить совершенно ведь и непростым образом трагически прерывается все так ли это ли не так сейчас не будем как бы цена костях никаких предположений просто бывает вот эта мозаика в нашем сознании начинает соединяться вот эти вот ниточки и мы понимаем тогда если бы каждый человек понимал причинно-следственную связь вот эту карму ну слово такое заезженные знаете как никакой карма не существует существует можно ее называть по-другому но вы отвечаете за свои слова за свои поступки за свои мысли и когда накапливается вот это вот в конце концов вашу душу отзывают в это все хватит хватит они понимают что уже ничего исправить нельзя еще больше будет накапливать и душа уходит чтобы держать ответ ну и дальше идти куда-то вниз или вверх исправлять свои ошибки выстраивает понимание не сумел тебе дано было найти те кто больше имеют власти больше ресурсов с тех и больше спрашиваются потому что ты мог ты мог сказать ты мог сделать ты мог защитить ты министр мчс леса горели все лето горели леса ты мог что-то сделать только в последний вот в августе там последние недели это приехал с важным видом мог они сделал судья может быть найти могла что-то сказать что-то сделать на заседании а сказал да ладно нормально давайте гасите никогда мне мы судьи народ такой мы лучше знаем тоже наверно приходит момент ответить за все и нам конечно друзьям и без сомнения каждому из нас придется отвечать и мне за мои слова и мои мысли мой гнев и глупость может быть и вам может быть за какую-то злость то есть надо смотреть стараться очищать себя и даже в таких ситуациях понимать что для наших глаз для наших душ вот эти люди как бы тоже пример пример что все мы только люди какие бы звездочки какие бы там дипломы мы люди когда мы смотрим на других с высока и не можем протянуть руку если мы способны если у нас есть ресурсы помочь кому-то мы это не делаем а мы смотрим с высока и думаем ну какая-то под нашими ногами грязь какие-то это людишки мы элита мы добрались у нас все есть знакомства ресурсы нам все все доступно мы только позвоним и все будет лучшая медицина все для нас а эти людишки там в бараках где-то что у них там горят дома да ладно ничего завтра поедем послезавтра кинем им там по по 30 тысяч сказать ну вот вам покупайте себе новое да он там многие дома же не оформлены которые сгорели есть документы а у некоторых документы сгорели с домами да есть документы нет документов значит не было у тебя дома иди бомжуй в этом в якутии да иди вот сейчас вот и скоро уже бахнут морозы да вот уже в якутии очень быстро зима наступает все уже осень это зима по нашему а потом зимой еще иди ходи где хочешь там на это не наше дело тебя документов нет вот эти люди эти чиновники что же они точно также с высока смотрят нас не волнует у нас все есть а у тебя кто-то такой кто ты такой деревенский житель иди вот это вот чуванство поэтому опыт для нас важны понимание что за все мы всегда должны ответить в чем-то даже свой грех сказать да я виноват вот умение признавать что-то для себя сказать да это это я это моя глупость это моя ошибка я постараюсь этого не делать вот это а упираться нет 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 все умение взять ответственности на себя хорошо друзья мои грустный повод хотя сейчас в комментариях вы скажете все я знаю что будет что будет и честно говоря не очень одобряют вот вот этих плясок там мы так и знали там так сказать так и надо мало шоколада нет дело не в этом дело в том что получить этот урок для себя понять да они вот кто они мы знаем а вот для себя сказать кто мы не такие же ли мы как они что если как кто-то из нас к примеру оказался бы на этих постах вели бы мы себя другим образом или тоже вдруг мы забыли о всем да вот это важно не то что они они свое свое как говорится приняли и дальше будут их души принимать а вот для нас пример все пока